всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды конечно же только единственное что почему-то у нас нет новых сообщений то есть наград как будто бы никаких нет но это не суть джастин по его глазу ребята его можно узнать хоть за километр так заберем здесь награды открыть колоду это в магазине подожди откройте колоду странно все это ладно открыть колоду так откроем кирби и мутаген ну главное засчитали и пройти серию испытаний так ну что мы на втором круге блин у бакс расту к хп мне это не нравится мне это очень в плане они все друзья мои страдают а что случилось я что-то не помню чтобы мы где-то столько здоровья могли потерять очень интересно ладно я надеюсь что да мы успеваем хильнуться у майки довольно неплохой отхил погнали так при помощи двойной атаки неплохой урон нанесли дальше идет армагон со своими ракетами и добивка отлево ну что ж приходим на последний этап и смотрим что у нас тут тут у нас аджастин плюс мутагеноид и ко всему прочему здесь еще училка майки майки ну что ж ты что ты не смог добить джасти на какого-то несчастного почему я не понимаю он два раза бомбил у него не было ребят ни понижения атаки ничего такого никакого-то дебафа но на у него не уничтожил хотя должен был ладно мы прошли серию испытаний забрали немножко как-то странно мы сегодня начали действовать обычно мы идем на арену сразу а тут я решил вдруг ежедневки сделать хорошо бесполезно бесполезно без арены здесь что-то делать так лисичка сестричка давай-ка мы посмотрим что у тебя там нам нужно очень много мутагена нам нужно очень много мутагена и плюс опана шикардос поехали поехали за элементами три волны категория дух грибок зафиксировали соответственно он уже ничего нам не сделает дальше мы уничтожаем а мутант белки они еще ватнее чем я предполагал так грибы плюс крысы ну давай джастин для тебя работенка ну хотя бы так минус грибок ну отлично и а да 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 это же гриб друзья это же гриб тысячелетний гриб глазун ну что же давай сделаем так неплохо макман бомбанул по нему очень неплохо ну а усаки конечно же его добивает ну что нормально единственное что нам бы повезло на фарме снаряжение дух поехали начнем так комикс доллары снаряжение дух но нам нужно эксперт снаряжение есть есть ребята идем с тобой на второй эпизод если что трата трата очень большая за то чтобы состязаться в этих поединках ты платишь очень высокую как сказать-то высокую плату делаешь ну да крысам крышка постепенно урон их уничтожил и мы переходим так давно ребята давно я уже не видел этих тлю и боевых тараканов очень давно я с ними встречался но потому что мы я даже не помню когда мы последний раз проходили снаряжение дух если честно ну что гриб давай вставай хорош там выпендриваться все равно ведь получишь ничего тебе не поможет это самый первый босс насколько я помню вообще нет нет помню сам первого сам первый босс был два брата да я между трек и как там в общем ты понял про кого говорю но это тоже был один одним из первых боссов там встречался и если вспомнить было и он для меня оказался тогда просто нереально сильным нереально сильным а сейчас я просто на нем разминаюсь можно так сказать так наш ребят две попытки всего лишь у нас да ты не туда нажал нет не две больше чуть-чуть пятский фонарик опять же доллары все все две попытки все таки было ну что же друзья теперь у нас турнирная арена лига сегонов она да в плане так подожди секунду мне телефон далеко лежит что сегодня за день недели у меня планшетик ладно сейчас посмотрим ребят сколько чего у нас нет ты мне покажи день недели пожалуйста а пятница двадцатая ладно друзья мои пятница я еще могу с этим смириться то есть еще успею нифига себе но два дня до друзья мои я не спорю два дня просто пробокладил валялся чистом ну как валялся чисто на диване магазины конечно же ходил за продуктами надо что-то кушать было вот а в основном валялся и смотрел сериал боевой континент не думал что у меня конечно зацепит мне еще правда там осталось 60 серий досмотреть я его еще и полностью посмотрел серии коротники где-то по 20 минут но если убрать титры и что будет дальше в сериях вот это вот как они обычно вставляют то серия где-то идет минут 15 но их 127 так что ребята если кто не смотрел этот сериал и кто любит боевые искусства с магией там вот это все то можете посмотреть я смотрел на кионе такс ну давай мне чем там не хочет давать ладно поехали тогда возьмем донателло донателло одного хватит я думаю хватит ну по крайней мере снести львиную долю хп а там уже нашим ребятам просто надо будет добить такому как року я думаю это все будет по плечу ну что главное что посмотреть насколько хорош дом не будет здесь в принципе неплохо так у леонард у леонарда инициатива круче значит чем понял короче космический лео сильнее даже чем року чем лео фильм и кейси фильм но по идее это и правильно он же как бы лидер черепашек но в таком случае с какого перепуга микеланджело по инициативе переплевывать леонарда если лео у нас лидер команды вопрос ладно нам не дадут видимо ничего свеженького давай начнем с зэка возьму еще одного леонарда сюда в пачку и двух кабанов мне бы конечно хотелось бы посмотреть как полностью себя проявит крип если его прокачать на сотку он же у нас идет как страж единственное что мне не нравится в нем это его боевые заклинания то есть шип вытягивание жизненной силы и такой себе из массовых атак это единственное это провокация все но она и должна быть массой потому что он провокатор ну такой скользкий типок я бы даже сказал бы болотный типок 1621 но возможно я его просто недооцениваю так как он у нас 56 уровень и давным-давно не прокачивался поэтому судить и я пока не берусь но могу предположить что он не особо хорош не особо силен так постепенно урон слушай баксер ты что-то меня в последнее время очень радуешь у тебя все очень хорошо получается у тебя атака неплохая ну и плюс ко всему постепенный урон ходим конечно здесь не особо нужен но тем не менее как ты видел последний боец погиб именно от постепенного урона и так 59 позиция они опять за свое ведь было же 1621 они вот вот он тут уже я пробок ланил погнали возьму на здесь рафаэля и леонарда но брать буду персонажей вот таких почему потому что здесь ванка стиранка 60 уровня может нам небольшие проблем создать да не только ванька тут еще и нейтрализатор есть был что-то я как-то погорячился ну ладно друзья леонарда рафаэля не надо было тогда брать сюда он просто тупо ребята отстоял и никакой пользы в команде не принес ну что же беру кожеголового до махман отойди беру кожеголового и не хотелось бы рисковать за зря давай на всякий случай возьмем змейка вьюна 70 я хоть и верю кожеголовому но все может пойти неожиданно непредсказуемо ну вот тебе и результат вот для чего я взял змейка вьюна именно вот для этого тактического добивания было бы конечно хорошо если бы кожеголовый сам справился но что-то внутри подсказывало что кого-то он да не добьет и так она и вышла корма гон ну в армагоне ребят почему-то я более чем уверен и мне кажется что что он один справится у него слишком мощная атака это удар валуном тем более противник 60 уровня да он шутя так сказать разбирает врагов что идет нам на руку до сегодня будет лига сегунов 3 звезды но от лиги мастеров по моему нам не видать но еще раз повторяю время пока есть друзья мои время пока есть возьму рафаэля и пиццелицева раз-два-три рафаэль и пиццелицы против 58 уровня ну что я могу сказать рафаэль ходит первым я думаю что наверно кого-нибудь одного с собой да прихватит двоих ну а дальше дело техники пиццелицева очень мощно вот эта атака поэтому они и сыграли вдвоем еще видим один поединок и мы уже будем в лиге сегунов 3 звезды что очень приятно будет радовать так 16 21 давай пожалуйста не надо вот тут выпендриваться а или я сейчас по-моему чихну или не чихну подожди из-за того чиха чуть не сфилился почему но потому что магман явно не справится один нам надо взять но давай хотя бы слыша возьмем так будет эффективнее так будет лучше ну что слэш поехали ну а магману само собой только лишь добить один бы он не справился я тебе точно говорю но не получилось бы у него и так 92 место в лиге сегунов 3 звезды пора бы на 16 22 давать уже нет так они не считают нет конечно так они не считают ну тогда мы возьмем с тобой супер шредера это она будет рискован одного выбрать супер шредера хотя с другой стороны блин ну я думаю что эйприл упадет от супер атаки шредера ну а там дальше хилов у них нету да супер шредер на меня бы за это обиделся за то что я вот так недооцениваю но здесь дело не в том что я его недооцениваю в том что не всегда может пройти атака идеально он может даже не добить и не повесить постепенно урон что сказывается потом на нашей команде когда мы кого-то теряем поэтому я уже как говорится привык либо недооценивать либо перестраховаться так ну что крэнк твой выход ну крэнк ребята это крэнк он должен с этими справиться в принципе даже как говорится не замырав штанишек да лучше него очень мощный сейчас мы проверим но опять же ребят не забываем классовую сопротивляемость то есть тут определенные классы против других имеют либо преимущество либо недостатки вот 16 22 уже есть ну что давай твою на ли у нас еще бойцов тут целая целая орда ладно ну про маузеров нечего говорить они вплоть до 70-ка должны ребят всех наказывать тут даже подстраховку никакую не брал просто на сто процентов был уверен так 56 место и давай 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 нет уж нет уж давай 16 22 хорош ты уже да с какого перепуга ты мне опять 16 21 то даешь но вот значит так майки кунаичи джастин железноголовый пока перебьется 64 уровень если что-то пойдет не так нас же могут разобрать ладно брать мне шенигами рисковать или нет блин 65 67 64 59 слишком большая ребят разница по уровням нет наверное все таки не буду не буду я рисковать в моем случае лучше взять на откат маузеров и сто процентов отыграть чем такой риск брать на себя даже несмотря на то что у нас майки с уклонением давай кунаичи жги просто идеально ребят ну согласись кунаичи хороша очень хороша но вот единственный да не достаток что она на себя потом вешает автоматический дебаф то есть понижение защиты 43 место ну что 16 22 уже дают нам почаще ну что я беру тогда на откат маузеров и раз два три четыре вот это вот великолепную четверку я должен отыграть но если пойдет ладно привыкли перестраховываться ребята ну давай возьмем ванька возьмем ванька неужели я ваньку просто так отыграл сейчас а твою налево ну кто ж знал ну кто ж знал что вот все пройдет идеально я уже в этой игре ни в чем не могу быть на сто процентов уверен или в победе или в проигрыше потому что она постоянно какие-то фокусы мне преподносит сегодня у нас серия прошла вот так например на изи завтра ты начинаешь играть она тебе как будто палки в колеса вставляет как будто вот специально вроде тот же самый отряд те же самые бойцы ты думаешь что ты справишься а бац и не справился вот просто ребят не справился и все сидишь и думаешь а по какой причине что изменилось то непонятно потому что игре так видите ли захотелось где-то не прошел крит где-то еще что-то да где-то ослабленная атака и вот как-то такому-то роде все так хан ну хорошо что ты сюда хотя бы ударил да я думаю что им крышка все тут постепенный урон который повесил усаги начале хода да нет нет по моему нам не хватит до лиги мастеров сегодня добраться хотя хотелось бы конечно но вот это по моему последняя команда единственное что наверное нам придется все таки откат делать хоть они и 71 70 уровня они бы ну так трое у нас тогда ребята два поединка будет вот тимати я не знаю я уже неоднократно говорил говорю и буду говорить но какой-то он не путевый ну не путевые сервер но не нравится мне его так 10 место не нравится мне и вон и как говорится скиллы беспонтовые если че ну просто беспонтовые ну я думаю что со мной здесь спорить бесполезно крит урон на всю пачку плюс прикрытие ну такой себе и две одиночные атаки как-то бесполезно бесполезно на сотки конечно он у меня еще не прокачан но я его отношу наверно категории джастина как вот у джастина массовая атака но он ни о чем так же тимати как страшно но ни о чем да не друзья мои перешли мы в лигу мастеров но позиции 95 но достаточно и того что все-таки перешли так следующее чтобы хотели мы хотели с тобой зайти какой куда мы хотели зайти ты чё чё ты несешь а рей вот там хотел зайти ты хотел не прокачать начинаешь тут заливать зайти он хотел но понятно что надо на тело нам не хватит тут уже 24 у нас 21 с половиной но зато ну хватит на лисичку нам хватит и уровень ей поднять нам хватит ей так а тут нужен 60 уровень я насколько понимаю да твою дивизию ладно она теперь не хватает мутагена налево ну что ж поехали тогда ищем наушники ребят есть наушники нашли 8 ящиков с инструментами 1 2 3 4 5 6 но 7 и последний 8 ну что ж 8 ящиков с инструментами и как раз нам хватает 750 отлично отлично в общем уровень 2 уровня подняли ей и здесь все забираем то есть но в любом случае сегодня серия была сыграна не зря в лигу мастеров мы перешли 95 ранг то есть наши шансы увеличатся до лиги мастеров 3 звезды у нас как раз и сегодня пятница суббота воскресенье 2 дня еще есть за 2 дня но если опять же филоники я не буду мы с легкостью перейдем куда нам надо ну что друзья на на сегодня пожалуй ка и все всем удачи и до новых скорых видосиков ну 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 Продолжение следует...